МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Щирая размова и допомога у выражения хвалюющих вопросов. Старшин Абл-выконка Магина Соловей провел прием граждан. За что могут забрать земельный участок? Будуем дом по усіх правилах. У ритме танца гомельская студия СЛЭМа отримала звание узорного коллектива. А зараз об этом и иншим. Больше подробностям. Пытание праца уладкования, реализация майомости, будовництва инженерных сеток в приватном секторе. Старшиня гомельского абл-выконка Магина Соловей провел сегодня прием граждан. Наши корреспонденты с подробностями. И на Коноплянику Гомель переехала из Минской области. Яши месяц яна будет знаходяться у декретным отпочинку. Але уже зараз активно шукаю работу. По профессии биолог яна може выкладать у школе биологию и химию. Але брать на прасу молодую наставницу с маленьким дитем никто не спешается. Обращалась, мы сразу позвонили в службу, по-моему, на пролетарскую. Там сказали, что пока не могут, пока не исполнится ровно три года ребенку. Потому что мне еще месяц остался до исполнения трех лет. Сказали, после трех лет могут тогда уже поставить на очередь, потом сообщать вакансии все. А так пока в интернете, что я искала, в принципе, все вакансии. Были отклики, я рассылала резюмы и помощник руководителя. Но опять-таки же такой критерий, что маленький ребенок тоже не хотят брать. Проблема молодой наставницы выращается одразу. Начальник головного управления адеквата Руслан Смирнов отрымливая ответное дорушение. И праздникальки хвилин, и на коноплянику уже записывая прозвище специалиста, який будет займаться ее працевладкованием. Разом с тем, не все звороты выращаются станучше. Сяруты, кто им княться трапись на прием до старшиней Аблвыканкама, практически зауседу есть люди, які потребуют переглядеть судовые решения. Такого права у Аблвыканкама нема. А прача того значное место у списа пытаний взаимают земельные спрышки помеж суседями и дейность гаражных кооперативов. Гамельчанин Федор Казак просит компенсовать ему выдатки за ремонт гаража, який был небыто пошкодженый подчас переносу кооператива номер 41 у иншая месса. Правда, с того часу пройшло уже 9 годов. У 2012 официйно оформленных претензий у грамадянина не было. 9 лет назад определить, что там было, чего не было. Вот давайте реально. Даже с точки поменяющейся местами, вот здесь вот. Какие действия вот вы принимали? Скажите, 9 лет? Да надо делать действия по факту. Четко говорить, подпиши, где пол. Ты пол не привез, не положил. А вы все подписали сегодня, говорите. Тогда надо что делать? Обращаться в суд. Наталья Чаркась проживает у поселка Калинина Гамельского района. Проблема женщины в том, что до ее дома, который находится на ускрайку населенного пункта, можно трапить только по одной и не самой добро парткованной дороге. Неколи был и другой подход, а ле мясовый сельсовет передал эту территорию в аренду новым уладальникам. По некой причине, не продугледивши наявности дороги. Зразуметь, вязковцы унитяжка. И она отрымали землю законно, навели на ее парадок. И мают намер выкористовывать ее по призначении. А тому с проходжением про свои участки не погаджаются. У свою чергу женщина каже, что теперь до нее не могут трапить ни худкая допомога, ни пожарные машины. У селяким выпадку так было 31-го снежня минулого года, коли о полове 11-й годины ночи загорелась лазня. Естественно, было напугано этим пожаром, потому что я прекрасно понимаю, я говорю, доча, нас не найдут. Действительно, нас точно не нашли. Они 20 минут крутились и здесь не могли найти. Выехали машиной, они по Заречной, встали возле магазина продуктового, вторая вышла машина, полностью встала на трассе. Проехать сюда, здесь это 22-30, это было темно. Куда они поедут? Они не знали, куда поехать. По час приема Геннадий Соловей не просто слухая Наталью Черкас, а лея выучает ситуацию по фотосдымках. В связи с тем, что проблема возникла по вине мясовых органов улады, выращать ее будет Гомельский райвы Канкам. Термин для принятия решения – два тыдни. Олександр Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Летостью Романовичах 65 участков позбавилися своих господаров. Причина – их несвоечасовое освоение. Колькость таких неприемных выпадков с кожным годом изменьшается, люди больше объективно оценивают свои финансовые мягчимости. А леи есть и такие, кто в силу разных обставинов застаются без своего надела. Тому специалисты в очередной раз нагадывают правила и окресливают этапы освоения участков. Марина Северьянова с подробностями. За год треба распроцовать архитектурный проект и начать строительство. За три годы на участку повинна стоять коробка. По объективных причинах термин строительства могут протягнуть, а так само законсервовать участок. У таким выпадка максимальный термин для строительства дома значительно увеличится. С учетом жизненных каких-то обстоятельств, материального благосостояния предусмотрено, ну не все граждане у нас могут в течение трех лет возвести жилые дома, поэтому законодательством предусмотрено срок консервации, вернее консервации таких строений, то есть опять-таки на срок не более трех лет, и сроки продления. То есть если своевременно обратиться в местный исполнительный комитет с просьбой о консервации либо о продлении, то общий срок строительства может составить 8 лет. Что в принципе на наш взгляд, ну, посильно, скажем так, для того, чтобы в такой срок возвести жилой дом. Завершением считается возведение закрытого контура, то есть по 87-му указу не требуется внутренняя отделка, подвод сетей, то есть достаточно коробки, окна, двери, крыша. При конфискации участка его господару вертают в кошту зведенных побудов. Когда же участок не выделенный державой бесплатно, а набытый за гроши, то выник у его конфискации кошта за землю никто не вернее. Тому головное объективно оценивает свое финансовое становище. Свободные участки затым можно купить за аукционом. Но надо память, что при наявности некоторых удельников торгов кошт будет расти. Кожный крок плюс 10% до початкового. Например, недавно покупник набил участок за сумму, которая в 10 разов перевысила первую початковую. С 3 тысяч она повеличилась о маль до 30. Кошт частково забудованных на дело упочинается, прикладно, с 9 тысяч. Это у Романовичах. Тут, до речи, нарешті з'явятся догочеканные гандльовые объекты. В феврале частный застройщик с аукциона приобрел два участка. Вот в этом месте по генплану здесь запроектировано кафе общепит и магазин самообслуживания. Поэтому начинается разработка проектной документации. Будем надеяться, в этом году начнется уже реализация этих проектов двух. Так само тут явился автобусный маршрут. Над шарзе будовництво системы отводу ливневых вод, как снять проблемное для ЖХРО первых и других Романовичев питание. Работы распочнутся уже вось-вось. А еще нарешті дайшла справа до уладкования коммуникаций у третьей шарзе района. С уверенностю я могу сказать, что мы обеспечим третьих Романовичах в текущем году самыми основными коммуникациями. Это электроснабжение, водоснабжение, канализация. И приступим к газоснабжению. То есть в первом секторе А в текущем году запланируем у нас и газоснабжение. Далее мы продолжим работу по завершению всех коммуникаций и приступим к благоустройству. То есть к выполнению улиц, подъездов, дорог, которые там предусмотрены. У сего три шарги Романовича у гэта каля пяти тысяч участков. На сегодняшний день свободных каля трехсот. Усе призначены для тих, кто мая потребу уполявшения жильевых умов. У целом по в области шарга на отримание участков, а Мальдиве с половой тысячи человек. Колькость участков в регионе удвоя больше. Есть отдельные территории, такие как Гомельский район, Жлобинский район и Мозовский район, в которых особо остро стоит вопрос выделения земельного участка. Дело в том, что мы занимаемся этим вопросом совместно с территориями. У нас разработаны проектные документации, у нас предусмотрены денежные средства, как и в прошлом году, на эти цели. Это на подвод инженерных коммуникаций, основных, которые сегодня должны быть, хотя бы минимальные. Поэтому этот вопрос, он на контроле, он решается, в любом случае будет решаться. Скажем, получившие земельные участки люди, они будут обеспечены инженерными сетями. То есть, если вспомнить 2020 год, порядка 29 миллионов по всем источникам финансирования у нас было направлено на инженерные сети индивидуальной жилой застройки. Это проектирование, строительство основных коммуникаций, коммуникации газоснабжения, электроснабжения. То есть, ну такая. В текущем году цифра немножко, может быть, где-то меньше там. Прошлого года она где-то порядка 22 миллионов предусматривается. Ну и объекты уже, их уменьшается же это количество. Пиралик участков, кошт, их метовое произношение. Всю необходную информацию можно знасти на сайтах Галунного управления землеупорядкования Гомельского облаканкама и Гомель ЕДС-центра. Марина Северьянова, Сергей Камко, Тель-Радио, компания Гомель. В регионе протягиваются святочные мероприемства, присвеченные Международному дню Жаншин. Сегодня лучших працевниц Жлобинского района ошановывали представники мясовой улады и громадские организации. На мероприемстве побывали наши корреспонденты. Десять годов тому Людмила Кольчева изменила городское життя на вязковое. Ранее она працевала в медицине, зараз на ферме. Работу сумершая с материнством. Жаншина выгадывала троих сынов, яким цепер допомагая с шатарма унуками. Сёня Людмила – гоноровый гость святочного мероприемства, присвеченного Международному дню Жаншин. У Жлобинским центра культуры собрались представницы самых розных сфер. Профессионалы, активистки и матули. 55 Жаншин, які из своей штодзенной працы адыгрывают значную ролью у социальным и громадским житті района. Подякаваць им за гэта и повиншаваць с надыходящим святам пришли представники улады и громадских организаций. По традиции Беларуский фонд Миру у гэтае дні проводять акцию «Славям Жаншину працы» и ушановывая активисток-миротворцеву и працевниц сельской господарки. Женщина – это главный воспитатель. Воспитатель в семье. Как она будет воспитывать, зависит будет будущее наше молодое поколение. Женщина – воспитатель в своем коллективе, потому что она всегда работает с ними. Это первое. Дальше. Я считаю, что женщина – это и миротворец. Почему? Потому что если что-то где-то случится, какие-то невязки, террор, кто больше всего переживает? Женщина. Она пускает через душу. Поэтому мы считаем, что женщина – это женщина, женщина-миротворец номер один. Прысутным женщинам подяковались за працу, добро и укладу справу миру и згоды. Усеяные отримали каштовные подарунки и кветки. Прадставницам прагожиха полу пожадали дальнейших поспеха у як у профессийным, так и у особистым житти, а так само просто гаженочага счастья и добробыту. С 2007-го уже начала работать. Сразу оператором машинного доения передавить производство. Но потом привозить тяжело, нужен подход к животному всегда. Животное, как и человек, он все понимает. Чем больше ласки, тем, как говорится, больше молока и всего. Сустреча протягнулась святочным концертом. Областный проем женщин, присвеченный восьмому саковика, пройдя завтра у Гомеле. Ганна Каральчук, Миколай Скинціян, Яуген Макеенко, телерадио компания «Гомель», Жлобин. На переддень святочной даты коллективы предприемства у организации громадских объединений имкнутся подарить увагу и клопот так само былым коллегам-жаншинам, которые вышли на пенсию. Сегодня у Гомеле областный профсоюз медицинских работников повиншовал с надыходящим святом около 70 ветеранов Галины. Мероприемство организовано при поддержке Головного управления оховы здоровья Гомельска Габлова Конкама. Кветки, ширые слова подяки за шматгадовую працу, а так само концертная программа о выконании медицинских работников Гомеля. Усё дели того, как женщины ведали, их памятают и ценят. Вот это мероприятие проводится только впервые. Проводит областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Вы знаете, год проходил очень сложной эпид-обстановки. И на сегодняшний день хотелось просто сделать людям хороший праздник, хорошее весеннее настроение. И хочу им пожелать здоровья, терпения, уважения. Выбираем студотрат. Сегодня во установках адукации Белоруссии стартовал республиканский промо-проект. Зараз усе, жадающие, могут покидать заявки на летнее працеулаткование. Разгорнулося мероприемство в университете имя Сухого. Туда накировались и наши корреспонденты. Роман – комиссар студентского вытворчого отрада. Летесь у першыню вырошу подзарабить гроши и записался у студотрат. Два месяца юнак працавал на заводе Атланту Минску. Кажа, заробленного там хапила на вопротку и необходную электронику. Натхненный новым опытом и финансовым бонусом, все лета студенту лику перших на летнее працеулаткование. Я проработал в прошлом летом, это два месяца, июня-август. Заработал в сумме около 1800 белорусских рублей. Я понимал, что это мое, я сам могу решить, куда и как их потратить. И это помогло понять, с каким трудом они достаются. Все лета основная працавная кропка, куда отправить значную колькость юнаков «Будовництва школы» в 96-м Гомельском микрорайоне. Это областная молодежная будовля. Студенческие отряды сегодня – это не только трудовые будни, но и досуговые мероприятия. Это и различные конкурсы, проекты, семинары, что позволит весело, используя и провести трудовой семестр 2021 года. Летость у разных отрядов Гомельщины працавали амаль 3000 юнаков и девчат. Все лета будет не меньше, причем жадающих, звычайно, больше, чем свободных мест. Минимальный працавный период – 10 дней, максимальный – 3 месяцы. Записаться можно у первичных организациях БРСМ, а так само на их сторонках ВАУ – ВКонтакте и Инстаграм. Отзначить можно не только период працы, ее местознаходжение и пожаданный профиль, но и по мероплаты. Гомельская танцевальная студия «Слем» стала первым коллективом сучасного и вуличного танца Украины, которому Министерство культуры присвоило звание «Узорного». Наш корреспондент Ганна Карельчук познайомилася с руководством и наученцами студии, которая обедается об их шляхе до гонорового титула. В танце Татьяна Кудровец пришла достаточно поздно – в 14 лет. Займалася в коллективе в Палаце культуры чугунщиков. Потом девчатам предлагали открыть свой гурток для детей на базе Центра инклюзивной культуры. Поступовая количество ученей увеличивалась. В 2010 году гурток стал полновартосной танцевальной студией, которая потребовала своей назвы. «Слем» – это американское сленговое слово, которое означает «усплеск» или «штуршок». Татьяна ассоциирует его с выбухом эмоций, которые отримывают слушатели во время танца. Мне близка хип-хоп-культура, уличные стили, все современные направления. Наверное, больше там, где нет никаких ограничений. То есть, вот как я чувствую музыку, пускай это может быть неправильно, как-то стопа поставлена, пускай еще что-то. Но я так чувствую, я так это хочу преподносить. Мне нравится, мне нравится слушать музыку, мне нравится показывать людям, так как мы ощущаем ту или иную композицию, как мы ее видим, мы ее вот так вот, в принципе, преподносим и раскрываем». До речи, на занятки минавито в уличными стилями танца у Татьяны Кудровец наткнил прогляд замежных мелодрам. Подобные на прамки 15 годов тому гомели только починали заявляться. Тому девчину можно назвать самовучкой, которая спостигала хип-хоп-культуру прозинтернет. Так хобби переросло с права життя. Зараз у коллектива «Слем» займается больше за 100 человек. У меня подруга начала ходить на танцы, начала мне рассказывать, что там очень классно. В итоге я нашла их в соцсетях, в Инстаграме, ВКонтакте. Очень подробно месяц за этим наблюдала. Упрашивала где-то еще полмесяца маму. Говорю, мам, я хочу туда, я хочу только туда, хочу к ним, потому что они очень классно танцуют. Татьяна Олеговна сразу очень встретила дружелюбно, тоже все ребята, сразу со всеми познакомилась. «Я шести лет занимался бальными танцами, и я тут подумал вдруг, что мне чего-то такой искры не хватает в танце. Я перешел к Татьяне Кудровец на «Слем», потому что хотелось чего-то раскрытого, чего-то плавного, чего-то резкого. Вот что-то хотелось бы раскрыть себя». У студии «Слем» есть группы как для детей от трех годов, так и для их мотуль, так званая группа сеньоров. А кроме хип-хопу, они спробуют себя в эстрадной экспериментальной хореографии, удельничают в областных и республиканских конкурсах. Татьяна Кудровец упевнена, что для занятка в танцами не потребна особливая физическая подрихтовка. Головное – натхнение, энергия и ожидания. Ганна Коральчук, Игорь Марышченко, телерадо-компания «Гомель». Гэты и иншая новинная информация о проектах телерадо-компании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершено. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «де-факто» в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. В «Гомеле» в результате ДТП пострадал годовалый ребенок. Инцидент произошел накануне около полудня. 62-летний водитель трактора двигался по проспекту космонавтов в направлении улицы Богдановича. Поворачивал налево, но не убедился в безопасности маневра. В результате столкнулся с автомобилем «Фольксваген», где находились 25-летний водитель и годовалый ребенок. Младенец получил травмы, его госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Еще одна авария произошла в Рогачеве. 34-летний мужчина двигался по крайней левой полосе улицы Кирова на автомобиле «Опель Астра». Водитель не уступил дорогу 48-летней женщине, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу и сбил ее. Пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы. На пожаре в Речице сотрудники МЧС спасли двух человек. В экстренную службу поступил сигнал – на улице Огородная горит частный дом. После прибытия на место происшествия пожарные проникли внутрь и обнаружили сожительницу хозяина дома. Женщина лежала на диване в горящей комнате. Спасатели вынесли ее на улицу, после чего пострадавшую госпитализировали. В соседней горящей комнате сотрудники МЧС нашли хозяина дома, лежащего на полу. Через дверной проем его вынесли на воздух. Состояние удовлетворительное, от медицинской помощи он отказался. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. Это все новости на сегодня. Оставайтесь на Беларусь4. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. Берегите себя. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель. Новости спорта в студии Влада Васильева. Здравствуйте. Шахтер стал обладателем суперкубка Беларуси по футболу. В поединке за первый трофей нового сезона горняки одолели футболистов Борисовского Баты. В первом тайме преимущество было на стороне борисовчан. Солигорские футболисты отвечали острыми контратаками. Но никому не удалось добиться успеха. После перерыва шахтер стал действовать более агрессивно, заставив Бате обороняться. Однако в основное время счет так и не был открыт. Ничья 0-0. В серии после матчевых пенальти победил шахтер 5-4. Героем серии стал голкипер солигорской дружины Александр Гутер, который отразил два удара, а потом сам забил решающие пенальти. К слову, накануне стали известны футбольные клубы, которым Федерация футбола выдала лицензии для участия в высшей лиге чемпионата. Всего их 14. В списке обладателей лицензии трое представителей области. Гомель, Мозорская славя и Реческий спутник. Белорусские боксеры выиграли 12 наград различного достоинства на международном турнире памяти Алексея Юкова, который прошел в Гомеле. В сетязаниях, напомню, принимали участие спортсмены с 2002-2003 годов рождения. У представителей нашего региона три награды. Серебро на счету Виталия Астанина. Бронзовые медали завоевали Роман Малиновский и Станислав Шупляков. Старт, завершившийся в Гомеле, входит в соревновательный календарь Европейской конфедерации бокса. Для белорусских спортсменов он стал одним из ключевых этапов отбора на чемпионат мира. Почтить память Алексея Юкова, прославленного мастера кожаной перчатки, приехали также боксеры и тренеры из России, Испании, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Узбекистана. В Минске стартовал финал республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы президента Республики Беларусь в старшей возрастной группе 2006-2007 годов рождения дивизиона «А». Матчи проходят в столичном спорткомплексе «Чижовка-арена». В дивизионе «А» принимают участие команды из городов и районов страны, где есть крытые ледовые арены. В этом году за победу среди юных хоккеистов поспорят 8 команд, среди которых «Жлобинский металлург». Согласно расписанию турнира, игры группового раунда пройдут по 5 марта. Финальный матч и поединки за третье, пятое и седьмое места запланированы на субботу, 6 марта. С новостями спорта вознакомила Влада Васильева. Оставайтесь на «Беларусь-4».